Алтайский край вошел в пятерку лидеров страны по количеству театров, музеев и библиотек. Каждое учреждение может похвастаться тем или иным достижением. Например, Государственный музей истории и литературы края открыл в Косихе новую экспозицию в музее Роберта Рождественского. О проблемах музейные работники стараются не говорить. Я желоваться не буду, потому что на самом деле главное, чтобы люди понимали, ради чего они идут на работу. То есть в сфере культуры, как бы это пафосно не прозвучало, материальный достаток не является мотивацией. Скорее, это творческая реализация, это желание сделать что-то для людей, реализоваться в своей творческой профессии. Руководители библиотек прямо и честно признались, кадровый голод есть. Он напрямую зависит от уровня зарплаты. Работникам культуры необходима дополнительная материальная мотивация. Особенно, если дело идет о привлечении молодежи, говорят старшие специалисты культурного звена. Я думаю, что это привлекало бы их в библиотеку еще сильнее. А если мы будем говорить о селе, то там эта проблема стоит намного острее, чем в городе. Я знаю эту ситуацию в регионе и знаю, что молодых специалистов там очень мало. И большая потребность именно в молодых специалистах в библиотеках. На данный момент в учреждениях культуры края работает 9 677 сотрудников. В 2018 году их было на 66 больше. Из них молодых специалистов всего 280 человек. А основной кадровый состав сотрудники старше 50 лет. Свежие кадры привлекают с помощью программ домообразования и целевого набора. В 2019 году по целевым договорам обучались 122 студента. Это тоже одно из направлений, на которое мы обращаем внимание. Потому что кадровая работа в целом, она одним щелчком не решается. Это комплекс системных мер разных. Здесь одна сработает, здесь другая сработает. Поэтому всю политику этих мер вы тоже должны понимать и использовать. Пока образовательная мотивация не сильно помогает. А что касается материального стимула, возможно, скоро появится федеральный нацпроект «Земский работник культуры», направленный на помощь молодым сотрудникам в селах. Какие будут требования, когда и как его реализует Министерство культуры края, пока не знает. Но надеется, что с помощью федералов потребность в новых творческих людях станет не такой острой. Полина Жданова, Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.